всем привет сегодня мы поговорим о психологии и меня очень часто упрекают или в комментариях такие вопросы или упреки возникают под психологическими видео или разборами истории от подписчиц о том что ой да что за психология как вы уже задолбали вас так послушаешь и вот эта заезженная фраза все проблемы из детства ну давайте тогда будем так считать что во взрослой жизни нас ничего не происходит и вот какое у нас было детство исходя из этого все у нас формируется какой бред на самом деле это истина то что если кто-то так пишет или говорит так и есть на самом деле да и вот эта фраза заезженная все проблемы и все там кубе беды горести из детства это так и есть совершенно верно я вам сегодня хочу объяснить почему так происходит почему наше детство так очень важно для нас и я думаю что логически вы в принципе все понимаете да то что дети рождаются светлыми чистыми впитывают информацию все как губка и там от нуля от рождения в принципе всегда не становление ну условно там лет до 18 у нас для становления личности взгляды формируются там привычки и так далее и тому подобное и естественно происходят травмы различные психотравмы многие люди переживают в детстве огромное насилие давайте не будем этого скрывать да они все хорошо до общего очень многие нехорошо живут и сколько у нас историй ваших семьях ваших соседей на это очень сильно влияет наше постсоветское пространство когда на показ одна история до для соседей для знакомых вот в турции том числе а за закрытыми дверями в семье детей бьют очень многие к сожалению бьют детей но я не прямо избивают но поднимают руку и так далее то есть проблема в чем вот этих психотравм детства почему это влияет на жизнь в будущем о том что к сожалению большинство людей не знают как воспитывать детей они не знают что можно делать чего нельзя знаете почему потому что к ним относились точно так же большинство родителей на самом деле очень просто размышляют типа моя садик не ходил не ходила но моему ребенку то тоже не обязательно я же нормальным человеком вырос у меня там есть например успешная работа я состоялся мне все в порядке это неважно или у меня же в детстве били но ничего нормальным человеком стало у меня хорошие отношения с моими родителями и так далее то есть все как правило мы просто переносим опыт своих родителей то как с нами поступали обращались и мы считаем что это нормально максимум какой-то цен сможет быть когда в семье два и более детей но здесь и большой минус за то что вы видели что по-другому как-то да бывает но как правило когда двое-трое детей или еще больше у родители меньше времени на удивление уделять детям на самих себя в том числе и в больших семьях дети еще больше скажем так страдают от но не прям насилия ну да какой-то недостачи нехватки внимания где-то больше прикладываются родители рукой силу своей усталости силу своей слабости на самом деле когда родители поднимают руку на детей просто кто мне родители смотрят то планируют быть родителями я вам сразу говорю что это не воспитание метод воспитания это вам ваши родители или дедушки бабушки трактовали знаете как мне очень нравится это укоренелая часто у меня в практике встречается очень часто с клиентами имеет обсуждаем кто подвергался в детстве насилию так все жили было так у всех это же элемент воспитания всех так воспитывают ремнем там или еще как-то или рукой или пощечина и так далее я всегда спрашиваю вот если мы возьмем весь мир всех детей всех получается били правильно там например сразу конечно же ответ ну наверное нет на есть кто утвердит да и вот меня в детстве не били то есть я вашу статистику не вхожу как вы думаете почему могут например с вами с клиентом ровесники и получается не все так жили как вы это установки определенные защитные установки родители которые защищаются таким образом говорят так жили все нет совсем не все так жили большинство многие да но не все вообще почему ну потому что кто-то в детстве родители у дедушки бабушки более менее травмированы и на самом деле вот этих психотравмы это результат вот воздействие то и передается скажем так из поколения в поколение мы этому научаемся мы не видим другого и считаем что так нужно делать если вы скажете вот что ты гонишь на нас так во всем мире живут совершенно верно это проблема во всем мире людей но просто где-то просвещение в этом плане больше люди раньше психологии общих наука зародилась начать двадцатого века когда она вообще в принципе стала экспериментально вообще начиналось на заре 19 20 века на официально оформилась начале двадцатого века после первых экспериментальных лабораторий которые были зарегистрированы в германии но все равно как наука она развивалась ну где-то к середине двадцатого века самый большой вклад до пошел развития так вот просто в каких-то других странах может более европейских там просто сама кладезь до психологии не забываем двадцатом веке в начале до середины нас очень большая большой вклад советского союза вот этих времен но с уже были очень крупные психологи психиатры очень много открытит очень много имен в психологии российских русских так вот я к тому что ребята мы совсем там не какие-то не знают стал или еще что-то просто в силу нашего воспитания традиции наших нашего национального менталитета даже нашего национального воспитания этих особенностей такого домашнего насилия травм детям к сожалению много мы о детях о детстве думаем в последнюю очередь а почему дети такие восприимчивые и почему на них так все это скажем так отпечатывается и травмирует очень очень просто когда ребенок рождается от нуля где-то до это его первый кризис рождения почитайте детскую возрастную психологию до первого года я вот просто не могу это слышать когда родители говорят или говорили сейчас уже к этим попроще книжек психологически стало больше дать тети которые рожают детей они больше книжек начинают читать мои утровестницы когда они беременеют это часто слышу я начинаю читать книжки на этом тут они уже к родам готовы какие-то моменты они знают и много ошибок не допускают так вот вот этот возраст от нуля когда ребенок рождается до года я не могу слышать фраз таких типа ой не бери ребенка пусть поплачет а то он будет у тебя ручным с твоих не лезет не слезет ой соску не надо пусть орет проорется легче станет можно оставлять одного никаких проблем нет там куда-то не то что прямо уходить данных полежит типа ничего с ним не будет я в другой комнате у меня общат свои дела есть у меня есть своя личная жизнь и так далее почему ребенок орет у ребенка вообще от нуля до года базовые потребности вот это самый кстати вроде бы он не разговаривает не ходит ему мало что нужно ему на самом деле нужно питание проще говоря питание туалет и мамина внимание которое дает чувство безопасности присутствия матери рядом безопасность покушать покакать и безопасность все ему больше ничего не нужно все это все его потребности базовые вот в этот первый промежуток времени когда он родился и когда он плачет это не как правило не колики бывают да никита проблем со здоровьем а просто чувство безопасности ребенок не чувствует мама рядом если она находится в метре в полутора ему и надо взять его на руки когда мама оставляет у так ребенка и считаю что он пройдется ему станет лучше она ребенку передает тревожность он тревожится ему небезопасно ему он считает что его жизнь в опасности он не чувствует запаха мамы и и тепла ее рук поэтому он плачет и поэтому когда дети такие например ручные у них какой-то у них был стресс скорее всего тяжелые роды могли быть как гипоксия осложнения во время родов самого процесса или тяжелый там последний месяц беременности ребенок страдал в утробе какой-то у него ущербность по питанию была по воздуху по кислороду гипоксии так далее да такие дети могут быть более там скажем так кричащими требующими в нем у них был стресс и они на самом деле добирают маминого внимания чувство безопасности что я не умру я в порядке почему он не ходит не говорит он только в голосом слезами проявляет свои какие-то эмоции потребности может заявить о себе миру и мама это прямой проводник ребенка в мир она его глаза руки она все ему делает она его кормит она им вытирает попу она его трогает она ему дает вот эти объятия чувство безопасности мама все понимаете он ничего не может сам его первая самостоятельность это первые слова в году первые шаги и он тогда только начинал еще держится за маму его отсоединение от мамы как личности ребенок понимать что вот этот кризис я сам к трем годам два с половиной тире три года три там с копеечкой с хвостиком вот это то когда ребенок вообще понимает блин я сам могу что-то делать от меня что-то зависит у меня есть желание и мне не надо держаться за маму и папу вау как интересно сколько всего вокруг интересного только в этот момент условно ребенок отпускает юбку мамы а вот вы подумайте не сдержанные психованные мамки которые не могут совладать со своими чувствами усталости или еще чем-то вне оправдания бьют своих детей до этого возраста до 3 орут на них оставляют бросают и так далее вот они вам психотравмы как и ребенок это потом мы вырастаем забывает к определенному моменту возраста ну там память вообще у нас знаете защитные механизмы нашей природы человеческая защитные механизмы психики очень хорошо работают травматичная опасная больные моменты и там издевательств каких-то насилий и так далее наша память со временем быстро стирает это какой-то промежуток происходит потом ты как бы когда-то было а может вообще есть люди которые вообще стирается память вот я например когда общаюсь с человеком если у меня игру вот расскажите вспомните себя там например там в каком возрасте вообще себя вспоминаете в первые такое создано на себя как ребенка есть люди которые помнят себя там ой наверное когда я в школу пошел в 7 лет мне было до 7 вообще ничего не помню все у меня это блок это не просто я не помню это блок у меня все закрыто забито ничего там хорошего вспомнить я сразу понимаю что за этим какая-то Это большая травма стоит, которую психика человека просто перекрыла туда доступ. У меня не надо помнить себя в этом моменте, потому что было так больно. Зачем психика это делает? Чтобы у нас травма настолько сильна, чтобы нас не травмировать снова. Потому что воспоминания, эмоции при воспоминаниях, они нам все равно возвращают немножко туда в прошлое. И мы все равно испытываем или возвращаемся в те эмоции, в ту боль, возможно, которую мы испытывали. Это просто механизм защитной нашей психики, чтобы условно не сойти с ума. А зачем нам не сойти с ума, чтобы мы продолжали свой род, рожали и так далее. Поэтому, когда женщины были тяжелые роды и так далее, какой-то пробежуток времени, условно, где-то 3-4 года проходит. И она забывает о боли и именно плохие моменты беременности, тяжелые родов или рождение ребенка. Помнит только хорошее, это тоже защитный механизм психики. И она уже готова, например, ну уже подумывает или разговоры, или мысли допускают о том, что родить еще каких-то детей, себе завести. Хотя говорят, ой, да ты 3 года назад говорил, что никогда этого не сделаешь. Она, ой, да я уже забыла. Это психика для того, чтобы... Это просто наша природа. Чтобы мы продолжали свое потомство, выполняли, скажем так, вот эту функцию. Так что, почему все проблемы и травмы и всякое такое из детства? Потому что ребенок слабый. Мы как взрослые, мы можем защититься. И то, кто обижает детей, родителей, например, или там окружающие родственники. У меня вообще дети, это, скажем так, но отчасти больная тема, потому что я знаю, дети не могут себя защитить. Они априори слабые. Родители, которые оскорбляют детей морально или поднимают руку, никакой разницы в этом нет. Это унижение достоинства человека, достоинства ребенка. И неважно, пьет родитель ребенка или говорит, ты конченый, у тебя ничего не выйдет, я тебя ненавижу, зря я тебя родила, или там, я тебя никогда не хотел. Это равносильно такие же травмы, как ударить ребенка своего. Эти слова даже, мне кажется, еще даже, наверное, больнее, чем какое-то физическое конкретное насилие. Так что, ребята, у кого есть дети или кто их планирует, не допускайте таких ошибок. Все очень просто. Чуть-чуть углубитесь, копните каких-нибудь книжек в детскую возрастную психологию. Почитайте, как совладать с какими-то моментами. Родить ребенка это вообще только начало, надо живо воспитывать. Как не срываться, я не знаю, как свои ресурсы сохранить, чтобы на все не тратиться. И при этом не срываться потом на детей своих, на мужа в семье и вот эта вся история. Для этого существуют книжки их навалом. Я бы назвала вообще первую книжку, посоветовала. Вообще, это Юлия Гиппенрейтер. Она вообще самая, наверное, в топе вообще детских психологов. Очень крутая тетка, очень классные у нее эти книжки. И книжка одна из крутых у нее, это самая важная книжка для родителя. Просто откройте, почитайте. Все очень просто, предельно. Начните, узнайте. Они читают детскую психологию, эти книжки очень легко. Они просто вот так, тихо-тихо-тихо. Вам это время не минимум затрат, а почерпнете максимум оттуда информацию. Поэтому я так всегда скажу, если вам хочется наорать на своего ребенка или ударить, или еще что-то, вот это все ваша слабость, потому что вы не можете справиться с ситуацией. Всегда поставьте себя на место своему ребенку, было ли вам это приятно. А если вы уже сорвались, всегда, даже если это маленький ребенок, который еще не разговаривает, вы должны, вы обязаны попросить у него за это прощение. Итак, надеюсь, информация была общая для вас полезна. Я ответила на этот наезд и претензию к себе, что почему у себя проблемы из детства. Да вот почему. Потому что дети зависимы от своих родителей. И родители — это вообще очень долгий промежуток времени. Истина для детей в последней инстанции. Их проводник в мир, в общество. Они к ним прислушиваются и против сказать ничего не могут. Поэтому воспринимают все. Надеюсь, информация полезна. Я жду ваших комментариев по этому поводу. Можете написать свои победы. Как вы, например, улучшали свое общение с вашими детьми. Или как с вами обращались в детстве ваши родители. Их ошибки напишите. Этого должно быть много. Мы должны видеть, учиться на ошибках других людей, чтобы их не допускать. Поэтому предупредите других. Или, на ваш взгляд, какие ошибки допускали ваши родители, которые бы вы сейчас уже в взрослом в своем возрасте бы не сделали. Или по отношению к своим детям не делаете. Это очень важно. Спасибо всем за внимание. Буду рада вашим комментариям, подписке на канал. Оценивайте видео, ставьте лайки. Всегда в инфобоксе под видео я оставляю информацию по поводу консультации. Вы можете мне написать на почту с темой консультация. Или написать свою историю анонимную для публикации видео, для ее разбора. Просто письмо от анонимов в теме письма. Спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok